На карантине из-за коронавируса сейчас находится большинство стран, в том числе и Южная Корея. В одном из местных университетов в городе Йосу учится бывший корреспондент нашего телеканала Евгения Белова. Она рассказала, что самая сильная вспышка коронавируса в Корее была в крупном городе Тэгу. Там заболели несколько тысяч человек. Первое ненамогание почувствовала женщина пенсионного возраста. Но она отказалась обращаться к врачам, а вместо этого пошла в церковь, где и заразила сотни человек. Из Тэгу люди разъезжались по другим городам, разнося вирус. В городе и окрестностях был объявлен жесткий карантин. В остальных корейских городах ситуация не так критична. Люди могут выходить из дома не только за продуктами, но и погулять. Чем воспользовалась Евгения Белова, чтобы записать для нас несколько включений. Из парка, с улицы и из супермаркета. Раньше в моем доме часто проезжали школьные автобусы, так как здесь находятся школы и дошкольные учреждения. Однако сейчас они просто смирно стоят на парковке. Школьники и студенты Южной Кореи временно перешли на занятия онлайн. С 1 марта этого года должен был начаться новый семестр. Однако сначала нам продлили каникулы, а с 16 марта занятия начались онлайн. Хотя супермаркеты, кафе, магазины и рестораны все работает в обычном режиме, никакого дефицита продуктов у нас нет. Рис и туалетная бумага по-прежнему на полках. Однако люди, выходя из дома, стараются надевать маски. Ну и без особой надобности не рисковать. Правда в нашем городе Йосу и в соседнем, где находится мой университет, почти не было заболевших, поэтому люди там не такие бдительные. Они ходят либо без масок, либо посещают свободно общественные места. Правда не в таких количествах, как обычно, но все же бесстрашные люди попадаются. На самом деле я тоже ношу маски, только если еду в аэропорт или на вокзал. Однако количество посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и прочих общественных мест довольно сильно сократилось, что тут также ударило по малому среднему бизнесу в Южной Корее. Комендантского часа в стране нет. Есть только рекомендации от государства пореже выходить на улицу и не делать этого без особой надобности. Также мыть руки, носить маски, не посещать массовые скопления людей. В Южной Корее также есть приложение, через которое можно отследить заболевших в радиусе 100 метров от тебя, если кто-то зараженный рядом с тобой, либо проследить перемещение людей, у которых подтвердился коронавирус, чтобы исключить возможный контакт с этими людьми. Например, моя подруга с острова Чеджу так отследила, что зараженный коронавирусом на их острове проходил где-то за пару улиц от ее дома, но она там не бывала, поэтому, в принципе, выдохнула спокойно.